друзья всем привет сегодня я буду готовить котлетки в казане и эти котлетки будут с подливкой подливка или соус как назвать не знаю в общем но готовится это будет по частям значит котлетки я уже сформировал это котлеты из говяжьего фарша бараньего курдюка и приправы приправы у меня были сушеные томаты базилик и чеснок значит как я это делал ну я где-то здесь еще прикреплю фотографии в этот момент посмотрите но собственно был у меня говяжий фарш и был кусок курдюка курдюк я нарезал сначала потом положил в блендер собственно вот в этот вот блендер и туда же я положил одну луковицу белый белая луковица белый лук тоже туда и приправы которые не помню как она называется в общем там томаты базилик и чеснок все туда запустил блендер все это мне перемешалось перерубилась как назвать и я это добавил в говяжий фарш все это перемешал в общем сформировал котлетки и собственно вот они вот значит и кто-то спросит почему они разного размера ну типа а почему бы и нет значит так это у нас что касательно котлетки что касательно подливки она будет на основе томатов то есть сделал я эту штуку следующим образом 3 помидора 3 помидора по-моему 5 зубчиков чеснока до 5 зубчиков чеснока здесь лук обычный лук луковица небольшая что еще и а и кориандр кориандр тоже все это я туда засунул и собственно перерубилась у меня все это измельчилось да это у нас будет именно из этого делается соус из этого а также из морковки нарезал я и вот таким вот образом также для подливки буду использовать сушеный укроп буквально вот немножко немножко укропа паприка копченая молотая совсем немножко нам понадобится соевого соуса буквально капельку даже вот это вот я не весь буду использовать кумин он у меня в мельнице и собственно такая приправа я уж как-то говорил про нее ну это не приправа здесь короче как он называется кунжут в общем кунжут там это типа как это приправа но на самом деле короче кроме кунжут там ничего не чувствуется это короче кунжут собственно соль вода казан и масло сейчас мы переместимся и начнем готовить и так в общем казан у меня уже разогрелся наливаем масло так выкладываем котлетки ну и вот таким образом я буду порционно обжаривать и затем перекладывать тарелку котлетки буквально за две минуты стали вот такие поджаристые я перевернул только что еще две минутки поджарю и буду выкладывать тарелки и так значит котлетки поджарились вот их вытащил они такие вот именно как сказать зажаристые получились собственно тарелки теперь нам нужно снять казан с огня дать немного остыть масло и затем масло слить все я поставил казан он немножко остынет масло остынет я его солью и затем у нас будет второй этап и так значит масло я сливу то что там пригоревшие я салфеткой так соскреб и собственно поставил его обратно теперь мы насыпаем кунжут то есть так как у нас казан то есть он слегка все равно в масле то есть я его не мыл немножечко немножечко тонкая тонкий слой масла там есть мы кидаем туда кин кунжут и будем его чуть-чуть поджаривать таким вот образом я буду его немножко перемешивать и поджаривать ну где-то минутку-две наверное так мой мохнатый друг любит охотиться за своим хвостом две минуты у меня прошло появился такой или уловимый запах кунжута наверно так назвать теперь мы выливаем вот этот вот томатный соус и сразу же туда же добавляем воды 1 около 300 может быть миллилитров я добавил теперь нужно хорошенько перемешать теперь мы доводим до кипения у меня все это дело закипело теперь мы добавляем остальные ингредиенты значит добавляем морковь кумин теперь мы добавляем паприку копченую молотую две чайных ложки и я высыпаю туда весь укроп там у меня немножко не знаю видно или нет но там буквально не знаю наверно три чайных ложки также нам требуется посолить три чайных ложки соли и мы добавляем соевый соус вот у меня здесь немножко это видно и добавил я тоже совсем немного теперь все это мы перемешиваем и нам необходимо сделать слабый огонь мне сейчас он больше чем нужно я сейчас уберу лишние дрова и надо это закрыть крышкой то есть должно это все томится варится на слабом слабом огне то есть не должно быть вот этих вот бульканий прям больших таких все должно это потихонечку делаться где-то это займет около часа и так прошло у меня где-то около 45 минут и если вы досмотрели до этого момента то вы узнаете секретный ингредиент этого соуса или подливки это чтобы это могло быть это мед цветочный мед вот рюмочка наливаем его сюда и теперь нужно перемешать перемешали и накрываем крышкой снова варим на медленном огне еще где-то минут 15 и так прошло около 15 минут когда я сделал мед теперь мы добавляем котлеты раскладываем их так скажем чтобы они находились в нашей подливки вот таким образом и теперь накрываем крышкой продолжаем все это выполнять на медленном огне где-то около 30 минут на этом будет готово